Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к Римлянам Первоверховного Апостола Павла. И сегодня мы будем рассматривать 12 главу. Тема 12 главы «Вся жизнь христианина, как члена церкви, должна быть богослужением». В жизни церковной это должно выражаться в смиренном исполнении своего призвания. Особенно же христианин должен соблюдать хорошее отношение со своими братьями по вере. Вот это основные темы этой главы. И мы читаем первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот здесь прямо говорится о том, что христианин должен участвовать всецело всей своей жизнью в богослужении, которое посвящено Богу. Потому что такие понятия, как жертва святая, жертва благоугодная, они связаны с жертвенным служением, которое совершалось в Иерусалимском храме. Таким образом, апостол Павел делает как бы перенос от ветхозаветного понимания жертвы на новозаветное понимание. Здесь жертвой должен являться каждый христианин, верующий в Иисуса Христа. Как Сын Божий стал абсолютно высшей жертвой, которая искупает всех нас от греха, так и каждый из нас должен предоставлять свои тела в жертву святую, благогодную Богу для разумного служения. Имеется в виду, что он должен посвящать свою жизнь всецело Богу и только Богу. Но здесь дается уточнение, что надо это делать для разумного служения вашего. То есть здесь не должно быть никакого фанатизма и не должно быть никаких крайностей. И смотрите, что сказано в первом послании Коринфянам, 3 глава, 17 стих. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». То есть человек должен оберегать и свою душу, чистоту своего духа и свое тело для разумного служения перед Творцом. В каком случае человек разрушает храм своего собственного тела тогда, когда он злоупотребляет алкоголем, использует табачные изделия, допускает какие-то другие излишества, которые могут наносить вред его здоровью. В данном случае он как бы делает что-то неразумное по отношению к своему телу, а тело – это инструмент спасения души человека, поэтому здесь мы должны проявлять благоразумность. Блаженный Августин пишет, «Если тело, которое менее души и которым душа распоряжается, как слугою или инструментом, является жертвой при добром и правильном использовании для служения Богу, насколько же боли сама душа, когда она отдает себя Богу? Тогда, возгоревшись огнем божественной любви и оставив мирские вожделения, она восстанавливается в неизменном божественном виде, становясь прекрасной в очах Господа, потому что это происходит от излитой им Богом красоты. Тогда душа превращается в жертву святую». Эту мысль Блаженного Августина мы обнаруживаем в его работе о граде Божием. И в первом послании Коринфянам 6,20 апостол Павел пишет, «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Действительно, мы должны прославлять Бога не только в душе, но и в самом своем теле, совершая определенные действия, как то коленопреклонные молитвы, поклоны в определенное время, поясные поклоны, полный поклон, так называемый земной и так далее. Но главное служить Богу телом – это содержать его в чистоте, то есть не допускать никаких осквернений, никаких излишеств. В Блаженной памяти священник Данил Сысоев пишет, «Надо не только тело сохранять от блуда, нужно, чтобы оно служило прославлению Бога. И душа прославляла Бога, и тело прославляло Бога, потому что оно, то есть тело, суть Божия». О том, что чистота тела – это не только то, что связано с моральной чистотой, когда человек воздерживается от блудных каких-то преступлений. Но это означает и все возможные действия тела в этом мире, в этом пространстве, чтобы все было посвящено Богу. И если мы вспомним Псалтырь, она начинается словами, «Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит». То есть с кем не надо, он не ходит, с кем не надо, он не стоит заодно, и с кем не надо, он не сидит вместе. Это три положения человеческого тела из возможных четырех. Но четвертое положение человеческого тела лежит, как монахи шутят – спишь, не грешишь. И смотрите, а что идет у нас далее. Это второй стих 12 главы. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Что значит и не сообразовываться с веком сим? Это означает не перенимать стратегию этого мира, поведение этого мира, мира, о котором сказано в Библии, что мир во зле лежит. И в православной толковой Библии мы находим такое объяснение, чтобы мы не сообразовывались с веком сим, ибо в нем ничего нет постоянного и прочного, но все временно и имеет только наружный образ, а не сущность или пребывающее существо. Итак, не сообразуйтесь, говорит, и вы с веком сим, не имеющим постоянной сущности, то есть не помышляйте о находящемся в нем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, то есть всегда обновляйтесь. Мир, он находится в таком состоянии, что здесь все недолговечно, все временно, все изменяется и сливает от употребления, как говорится в Священном Писании. И блаженный Августин в трактате о Троице, он пишет, «Те, кто снова обращается к Господу из состояния деформации, которые производятся страстями века сего, должны быть восстановлены им, то есть Господом, по слову апостола, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы начал образ этот восстанавливаться тем, кем он создан, то есть Богом». Ведь он не может сам себя восстановить, как смог себя исказить. Действительно, человек способен только на то, чтобы исказить свой образ, а для восстановления человеческого падшего образа здесь необходимо уже вмешательство Бога, и именно поэтому Бог становится человеком, одним из нас, чтобы с одной стороны в себе самом исцелить наши грехи и преступления, с другой стороны явить нам пример истинной, подлинной человеческой жизни. И смотрите, что пишет Иаков, брат Господин, это 4 глава, 4 стих, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Что имеется здесь в виду? Имеется в виду мир в его падшем состоянии. Не мир, как природа, а как неправильное произволение свободных существ, которые исказили в себе самих волю Божию. Потому что природа, она всегда остается чистой, как Иоанн Дамаскин учит, даже у падших демонов и у дьявола природа остается чистой. Это связано с тем, что если бы было искажение природы, то вина бы падала на создателя природы, то есть на Бога. А тут речь идет о том, что искажается свободное произволение сначала падших ангелов, потом падшего человечества. 1 Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стих, мы находим такие слова. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Итак, опасность мира – это похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская. Вот чего, прежде всего, мы должны опасаться в этом мире, в котором мы с вами живем, и от чего нам надо дистанцироваться и удаляться. И это есть то, что мы не должны любить, прежде всего, в себе самих и потом в других. Апостол Павел продолжает свое рассуждение. Теперь мы смотрим отрывок с 3 по 8 стих 12 главы послания Кремлина. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Вот в этих словах апостола Павла он указывает на то, что если мы на что-то способны, то только по данной нам благодати, то есть милости. Ибо все таланты, которые мы получаем, которые можем называть природными талантами, врожденными, они являются проявлением Божьей благодати, Божьей милости. Поэтому мы должны благодарить Бога за каждый талант, за каждую возможность проявить его, чтобы не закапывать те или иные таланты в землю. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Вот тут серьезная опасность, когда человек начинает думать о себе более, нежели должно, когда он завышает свое значение в этом мире, даже в христианской общине, прежде всего в христианской общине, когда он считает себя незаменимым человеком во всех отношениях. Вот это совершенно ложное чувство, которого мы должны избегать, как в русском народе говорят, святое место, пустынь бывает. Не будет тебя, появится другой человек, который наверняка более успешно будет совершать ту работу, которая пока поручена тебе. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть мы не должны мечтать о себе, фантазировать, превозносить себя. Особенно такая опасность преследует людей сановных, как в мире, так и в церкви. Известно, что патриарх Константинопольский Филарет Милостивый очень опасался, когда во время больших религиозных праздников его превозносили архиереи, архиепископы, митрополиты, представители светской власти, и они окружали его таким особым вниманием, с особым пиететом обращались к нему. И чтобы спасти себя от превозношения, он однажды пригласил к себе двух гробовщиков и дал им повеление, вот с этого дня начинайте делать мне гроб. Снимите сейчас мерки, а потом начинайте делать гроб. Не спешите, делайте медленно, но каждый большой религиозный праздник входите ко мне во дворец, он наверняка дал распоряжение, чтобы их всегда пропускали, подходите ко мне поближе, не обращая внимания ни на кого, кто чем занят, и говорите, патриарх, твой гроб делается, знай, что ко времени он будет готов, и уходите. Он, конечно, заплатил им, и потом действительно каждый религиозный праздник, когда округ подхалимов, лизоблюдов сужался вокруг патриарха Филарета, появлялись эти два человека и произносили эти слова. Возможно, что именно вот это обстоятельство позволило ему стать святым и подлинно милостивым, потому что зная о том, что все скоротечно, он занимался еще и благотворением, то есть собирал себе сокровища не на земле, а на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, и где моль и ржа не разъедают. И далее апостол Павел пишет, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. То есть на самом деле мы взаимодополняем друг друга и в некоторой ситуации мы можем быть взаимозаменяемы друг другом. Поэтому в церкви нету ни одного служения, которое было бы лишено смысла, и церковный привратник, и церковный звонарь, и там церковный певчий, там мальчик-алтарник, диакон, священник, епископ, все на своем месте, и каждый выполняет то служение, которое ему поручено. И церковь не могла бы существовать без действия разных членов, каждый из которых он совершает свое служение, свое послушание. Особое значение для клира имеют миряне. Миряне это и есть сердцевина духовной жизни. Некоторые часто спрашивают, а почему в православии не допускается женское священство, я обычно на этот вопрос отвечаю так. У женщин есть более серьезные задачи. Они рождают и воспитывают патриархов, архиепископов, епископов, митрополитов, святых, преподобных, святых и праведных христианских мучеников. Это действительно значительно важнее родить и воспитать святого, чем нежели поставить какого-то человека на какую-то должность в церкви, тем более, что здесь может произойти и ошибка, как апостол Павел напоминает епископу Тимофею, рук поспешно, ни на кого не возлагай, чтобы не стать участником в чужих грехах. Итак, в церкви мы все и миряники, и священники, и клирики, и лайки, мы дополняем друг друга. Далее Павел рассуждает, и как по данной нам благодати, сначала он сказал по данной мне благодати, а здесь он делает перенос уже на всех, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то есть различные дарования и таланты, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием, то есть каждый имеет некое поручение от Бога, и он должен стремиться его исполнять, и как я часто говорю, подлинное счастье человеческой жизни распознать намерение Божие относительно самого себя. Святитель Лев Великий Папа Римский в своих посланиях писал, «Скрепление нашего единства только тогда может быть крепким, когда узы любви соединяют нас с нерушимой прочностью, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Связь всего тела образует единое здоровье и единую красоту», продолжает свидетель Лев. «И эта связь нуждается в единодушии, но прежде всего она нуждается в согласии между священниками». Конец цитаты. Почему именно на священниках святитель Лев Великий заостряет вопрос, что согласие между ними совершенно необходимо? Потому что распря между священнослужителями это самая опасная, самая трагическая ситуация, которая может возникнуть на уровне прихода или на уровне епархии, или на уровне поместной церкви. Есть серьезная опасность, когда в борьбе за какие-то посты, занимающие высокое положение в церкви, начинают, как говорят, сливать друг друга. ко мне однажды приходил один известный московский редактор крупного средства массовой информации, и я ему стал выговаривать, зачем вы публикуете материалы об этом человеке и о других высокопоставных людях, а он мне говорит, я на послушании у своего духовника, он тоже очень высокопоставленный человек. И он мне показывал фотографии, где во время пасхального крестного хода он идет с фонарем перед крестным ходом, и он действительно оказался послушником тоже очень высокопоставленного человека, представителя высшего церковного эстаблишмента, и он говорил, что ему это не нравится, ему это противно, но его просят об этом якобы для блага церкви. Вот такого, конечно же, не должно быть, и если мы, священники, начинаем конфликтовать друг с другом, да просто христиане начинают конфликтовать друг с другом, это серьезное искушение для всех окружающих, которые будут так или иначе посвящены в эту ситуацию. Блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет, однако, почему разные меры, почему Богу было угодно не всем одинаково влить свои дары? Это связано не только с тем, что у людей разные меры доверия Богу, но и с тем, что все находятся в едином теле церкви. Бог задумал так, что в едином теле Христовом у каждого свое место. Один может быть желудком, второй легкими, третий рукою, четвертой ногою, пятый глазом и так далее. И далее мы читаем апостола Павла, теперь уже с 9 по 12 стих, 12 главы послания кремлинам. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилипляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Притворная любовь – это притворное благочестие, это притворное подражание Богу, как источнику любви, ибо Бог есть любовь. Это чувство совершенно недопустимо, и наша любовь должна быть искренней по отношению к каждому христианину. Мы должны буквально воспитывать в себе чувство, что даже те православные христиане, которые не разделяют каких-то наших позиций, они принадлежат к той же церкви, что и мы, и причащаются от той же чаши тела и крови Сына Божия, что и мы. Вот эта мысль должна нас вдохновлять. Если вы плохо думаете о каком-то другом православном христианине вечером или утром, когда вы будете читать утренние или вечерние молитвы, вспоминайте, что в это время и он наверняка тоже читает те же молитвы с теми же словами. Итак, мы должны проявлять любовь, быть не просто братолюбивыми друг ко другу, но братолюбивыми друг ко другу с нежностью. Нежность – это обычно чувство, которое проявляют маленькие дети, оно, казалось бы, не свойственно мужчинам, мужам, но если вы посмотрите, как мужчина, каким бы брутальным он бы не был, берет в руки своего ребенка первый раз, мы видим эту нежность, мужскую нежность, ничего плохого в этом чувстве нету. Апостол Павел развивает эту мысль, что мы должны в почтительности друг друга предупреждайте, то есть предупреждать в почтительности друг друга, что это значит опережать друг друга в почтительности. А как можно почтить человека, приветствовать его с радушием, с улыбкой? В усердии не ослабевайте. В каком усердии мы должны не ослабевать? Прежде всего в нашем усердии в деле собственного исправления и помощи другим. Братья и сестры, я настоятельно рекомендую во время наших бесед даже меньше смотреть на экран, но держать перед глазами текст, который мы изучаем. Если вы будете следить по тексту, это вам поможет более глубоко усваивать тот материал, который мы исследуем. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Пламенение духом это проявление неравнодушия в религиозных вопросах. Иногда даже у некоторых священников наступает некое выгорание, это очень опасное явление. Такое выгорание переживают и миряне иногда, и мы должны духа не угошать, как пишет апостол Павел. Духом пламенейте, призывает нас апостол, Господу служите, утешайтесь надеждой. Что значит утешайтесь надеждой. Надежда это вера в ее развитие, когда мы не просто верим кому-то, но мы с надеждой опираемся на эту веру и отталкиваясь от нее совершаем те или иные деяния. В скорби будьте терпеливы, и Христос сказал, что претерпевший до конца спасется. В молитве постоянной. Более того, в Писании сказано непрестанно молитесь. Хотя совершенно очевидно, что люди не могут непрестанно молиться, но есть решение. Надо просто помнить, что ты живешь в присутствии Бога, и об этом не забывать. И это будет означать, что вы пребываете в непрестанном пометовании о Боге, то есть заботитесь иметь Бога в разуме. И в этом послании, которое мы изучаем, послание к римлянам, в первой голове сказано, что те, которые не заботились иметь Бога в разуме, Господь предал их превратному уму. И вот, чтобы с нами этого не произошло, мы должны всегда помнить о трех вещах, что над нами есть око видющее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все наши деяния. Святитель Геннадий Константинопольский, патриарх Константинопольский писал, «Не отчаивайтесь великодушия Божьим относительно трудных обстоятельств, но непрестанно призывайте его во всем и всегда». А блаженная память отец Даниил Сосоев предлагает нам объяснение вот этим словам «Утешайтесь надеждой». Он пишет, «Если у человека загорелся дух, то надежда на наступающее Царство Божие будет для него радостью. Во всех скорбях человек станет думать, ай, ерунда, что сейчас произошло, то ли дело в Царстве Божьем будет хорошо, а сейчас потерплю немножко». Терпеть-то осталось лет 20-30, потерпим немножко до смерти, а там все будет замечательно. Так человек утешается надеждой. Когда святым мученикам говорили, что их сейчас казнят за имя Христова, они восклицали, как бы восклицали, «Ура, наконец-то!» Ибо их надежда приближалась. Это происходило потому, что они стремились к небесам. В блаженной памяти отец Даниил Сысоев действительно стремился к небесам, он даже разрабатывал такую философию урано-политизма, чтобы человек жил так, ощущая небо на земле, что он уже гражданин небесного царства и согражданин небесным ангелом. И Господь, конечно, увидел такое его дерзновение и призвал его через мученическую кончину к себе в царство свое. Надежда оправдана тогда, когда мы не просто надеемся на Бога, но мы служим Богу, мы исполняем его волю, насколько у нас получается. А если человек не служит Богу, не стремится исполнять его волю, насколько хватает сил, может ли он на что-то надеяться, на какую-то помощь от него. Представьте себе, человек служит в армии, человек служит в армии, в армии особо не надо ни о чем думать, за тебя все решают, тебе выдают форму армейскую, тебе выдают трехразовое питание, тебе выдают зимнюю одежду, летнюю одежду, тебя будет вовремя, для тебя расписание составлено, и тебе не надо думать о деньгах, о чем-то еще, ты просто служишь, а если ты служишь, то тебе проявляется забота всего государства. А если ты дезертир, будешь ли ты испытывать такую заботу о себе? Если ты дезертир, духовный дезертир, ты перестал молиться, или комкаешь свои молитвы, особенно вечерние, ты перестал регулярно ходить в храм, исповедоваться, можешь ли ты с надеждой опираться на результаты своей веры, если ты сам их разрушаешь, результаты своей веры, и ты уже потерпел кораблекрушение веры. Дезертир прячется, стыдливо отворачивает свой взгляд, чтобы кто-то по выражению его глаз не догадался бы, кто он такой на самом деле. Вот такого состояния, конечно же, мы должны избегать. Далее, 13 стих, «В нуждах святых принимайте участие». Здесь святыми называются все другие христиане. «Ревнуйте о странноприимстве». О чем это? «В послании к евреям», тоже апостола Павла, 13 глава, 2 стих, мы находим такие слова. «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов». Действительно, ангелы Божии иногда испытывают нас, проверяют нас, они принимают вид обычных людей. Даже Христос может принять вид обычного человека, чтобы под видом обычного человека испытать наше состояние. И мы помним, когда Лука и Клеопа, они путешествовали в Маус, к ним по дороге присоединился, пристал Иисус, Христос, Господь наш, но они его не узнали. Он так сделал, и он испытывал их сердца, в чем-то укрепляя их, потому что они были в крайнем смущении по поводу того, что Господь умер на кресте, но уже тогда были слухи о его воскресении. И Господь Иисус под видом случайно подошедшего к ним человека, Он объяснял на основании закона Торы, на основании пророков Набиим и Писания Катубим, что сказано в Слове Божьем о смерти Сына Божия и о его воскресении. Далее апостол Павел призывает нас благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. На самом деле нам очень трудно исполнить это повеление, потому что нам свойственно на проклятие отвечать проклятием. И если нам какие-то люди не нравятся, какая-то группа людей, какие-нибудь сектанты или какая-то политическая партия, которые с нашей точки зрения эти люди ведут себя неправильно, даже если они гонители наши, мы обязаны благословлять, а не проклинать. Христианин он обречен на хорошее отношение ко всем, к еретикам, к мусульманам, к иудеям, к верующим, неверующим, к баптистам, адвентистам, пятидесятникам, католикам и так далее. Ты скажешь, они враги, а Христос говорит, любите врагов. Ты скажешь, они проклинают нас, а Христос говорит, благословляйте проклинающих. Ты скажешь, они преследуют нас, Христос говорит, молитесь за обижающих вас. То есть мы обречены на доброе отношение ко всем. И чтобы укрепить себя в этой мысли, мы должны все время делать некий перенос на себя и как бы говорить себе, ты же знаешь, какой ты скверник, однако Бог простил тебя, и ты имеешь доступ во дворы его, ты питаешься трапезой его тела и крови, ты слушаешь глаголы вечной жизни, исследуешь и изучаешь Писание вместе с Церковью. Если тебе скверному человеку это дано, если мне скверному человеку это дано, то почему я должен плохо относиться к кому-то другому? Далее, 15 стих, 12 главы Кремлина. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». То есть, мы должны принимать нежное участие в жизни того или иного человека. Если у него радостные события, например, родился ребенок, мы должны радоваться вместе с ним. Если у него скорбь, печаль, он потерял близкого, мы должны плакать с плачущими. «Будьте единомысленно между собою», то есть, сохраняйте единство церковное, «не высокомудруствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Здесь он повторяет то, о чем уже выше он имел рассуждение в этой главе. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». То есть, очень важно выходить из сферы товарно-рыночных отношений, когда мы любим любящих, ненавидим ненавидящих. Поэтому Павел говорит «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками, имея в виду даже тех, которые делают нам зло, потому что нам запрещено на зло отвечать злом. Иначе какие мы христиане? «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Что значит «Если возможно с вашей стороны?» Очень часто верующие задают мне этот вопрос, они говорят «Я вот хочу помириться с человеком, а он не хочет со мной мириться. Сделай все возможное со своей стороны». Этого будет достаточно. Поэтому здесь и сказано в 18 стихе «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». «Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я воздам, говорит Господь».» Вот эти слова «Мне отомщение, я воздам» граф Лев Николаевич Толстой поставил их эпиграфом к роману Анна Каренина. Он как бы показывает трагедию этой женщины из великосветского общества, и он показывает, что все люди, которые ее окружали, они по-своему каждый был виновен. И если кто и мог что-то предъявить ей, то, конечно, никто из людей. Как и Христос, когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеяние, он сказал «А кто из вас без греха? первый бросит в нее камень». Богу отомщение, и он может воздать каждому это его приоритет, это его право. А человек, даже человеческий суд, не имеет права подменять суд Божий. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи». О чем это? Люди иногда переживают злой начальник, несправедливо относящийся к человеку власть и другие рассуждения о высшестоящих. Наша задача всем делать добро за всех молиться и всех благословлять. Например, если над нами будет какой-то нечестивый правитель, мы все равно молимся, благословляем, и если он остается в нечестии, то наши благословения и молитвы оборачиваются для него проклятием, как бы горящие уголи собраны на его голове. А если через наши молитвы благословения он исправляется, начинает правильно обращаться с людьми, то наши молитвы обращаются благословением для этого человека. И последний стих сегодняшней главы «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот единственное радикальное оружие против любого типа зла – это христианское добро. Правда, иногда оно бывает и с оружием в руках. Итак, сегодня, друзья, мы рассмотрели 12-ю главу послания к римлянам первоверховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы с вами будем уже беседовать по тексту 13-й главы послания к римлянам. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. «Экзегет»